Более 200 делегатов из 60 районов и округов Подмосковья собрались на внеочередной конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Перед ними стояла без преувеличения важная задача определить кандидата, который представит партию на выборах губернатора региона. Ранее встреча с участниками праймерис прошла в Подольске. В список предварительного голосования вошли пять претендентов. Член Президиума управления ТПП Московской области Роман Володин, депутат Госдумы Валентина Кабанова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Александр Лысенко, депутат Совета депутатов городского округа Луховицы в Московской области Александр Толмачев и губернатор региона Андрей Воробьев. На конференции делегатам предстояло выбрать из списка одного кандидата. Я думаю, что практически все здесь присутствующие были все вместе в Подольске, где выступали наши кандидаты и где, соответственно, у нас была возможность все вместе почувствовать ту атмосферу, которую можно почувствовать только на масштабном партийном мероприятии. Это вызывает чувство гордости и уважения ко всем вам и к партии в целом. В рамках конференции состоялось тайное голосование. Подавляющее число делегатов отдало свой голос действующему губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Это итоги работы, которые были подведены. Очень многое было сделано на протяжении его срока губернатора. Есть задачи, которые поставлены и наперед, и мы, конечно, хотим двигаться вперед вместе с ним. Конечно, я хочу отметить, что наш действующий губернатор Андреевич Воробьев, он любит партию, доверяет партии. Плоть от плоти эту партию. И, конечно, нам приятно, что партия «Единая Россия» и региональное отделение – это него опора, и он выбрал именно этот путь. Конечно, мы поддерживаем нашего нынешнего губернатора Андреевича Воробьева, потому что в Подмосковье сделано очень много, и еще больше предстоит сделать. Подмосковье – это регион-лидер среди всех регионов. На конференции делегаты также приняли предвыборную программу регионального отделения партии. У нас все практически сферы охвачены партийными проектами. Именно на основании партийных проектов мы формируем программы, которые финансируются уже из бюджета федерального, из бюджета областного. Это гарантия того, что эти задачи будут выполнены. И сегодняшняя команда может с уверенностью сказать, что те задачи, которые мы ставили в прошлый политический сезон, они успешно исполняются. Это и детские сады, это и школы, это ремонт медицинских учреждений. После завершения конференции состоялось актуальное событие. Региональное отделение партии «Единая Россия» и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области заключили соглашение о взаимодействии в области реализации государственной программы региона «Формирование современной комфортной городской среды на 2018 и 2022 годы». Оно предполагает развитие партийного проекта «Народный контроль» по нескольким направлениям. Та тема, которая самая значимая сегодня для жителей Московской области, самая близкая, это программа «Мой подъезд». Это как раз основная веха этого соглашения, где народный контроль, как контрольный орган «Единой России» будут осуществлять контроль реализации этой программы на всех этапах в муниципалитетах Московской области.